Саиф Аликхан носит княжеский титул Наваб Патауди, но свое наследство ему пришлось выкупать за баснословные деньги. Когда умер отец Саифа Мансур Аликхан, их родовой дворец был сдан в аренду отелем Немрана. Позже Саифа спросили, не хочет ли тот вернуть себе дворец. Я сказал, что хочу, и мне назвали неподъемную сумму 800 крор, что равняется 8 миллиардам рупий. Да, у нашей семьи была история, культура, красивые фотографии и, конечно же, немного земли. У меня было привилегированное воспитание, но наследства не было, вздыхает Кхан. Настоящее имя Саифа – Саджид. Он родился 16 августа 1970 года в Мумбаи в семье капитана индийской сборной по крикету Мансура Аликхана и его жены – актрисы Шармилы Тагор. В 1971 году правительство страны упразднило титулы и лишило королевские семьи земли, имущества и наследства, подаренного во время правления. Но взамен подарила Саджиде Султан, бабушке Саифа, большой дом в Дели. Поэтому вскоре после рождения сына Мансур и Шармила уехали из Мумбаи и поселились в этом большом доме. Саиф говорит, что все его детство прошло в спортзале, и на самом деле отец и его профессия имела на него большее влияние, чем мать и киноиндустрия. Он был неугомонным подростком. С утра до ночи пропадал на вечеринках и дискотеках, почти не появлялся дома. Отец, обеспокоенный безбашенной юностью сына, устроил его на работу в рекламное агентство. Саиф со смехом вспоминает, «Одной из моих обязанностей было изготовление религиозных календарей, и единственной творческой составляющей во всем этом был вопрос, который мне предстояло решить – поместить господа Шиву в октябрь или в ноябрь. Я сразу потерял интерес к этой работе. Вы удивитесь, но Саиф считал себя в молодости очень некрасивым. Я был женоподобным, застенчивым, неуверенным в себе парнем. Родители, устав от моих гулянок, отправили меня учиться в Англию. Сначала в Винчестерский колледж, а потом планировали в Оксфорд. Но туда я так и не поступил, потому что меня ничего не интересовало в жизни. Когда я вернулся в Индию, режиссер Анант Махендру предложил мне фильм, и тогда я почувствовал, как в животе начали порхать бабочки. Мысль о переезде в Бомбей прозвучала во мне с трепетом, и Саиф сбежал. В прямом смысле сорвался с дома и уехал без разрешения родителей. Он начинал, как многие актеры, не имеющие связей в кино. Борьба, маленькая съемная квартира, встречи с людьми. Раньше он смотрел только американское кино. Индийское его не интересовало, да и кинематограф в целом его не увлекал. Он смотрел несколько фильмов своей матери, но признается, что не мог вынести ее слез на экране. Первым продюсером Саифа была Сатти Шори. Для тех, кто не знает, это мама Моны Шори и бабушка Арджуна Капура. Она платила Саифу по тысячу рупий в неделю, но проект, над которым они должны были начать работать, отложили. А затем Рахул Раваил пригласил Кхана в свой фильм «Настоящая любовь». Однако этот проект Саиф тоже потерял. Вместо него главную роль сыграл Камал Садана. В начале 90-х все индийские журналы облетела сенсационная новость, что сын актрисы Шармилы Тагор готовился дебютировать в кино, но пришел на съемочную площадку пьяным и его выкинули из фильма. На самом же деле Саиф просто не подчинялся. Он сидел без дела весь день и, как признался позже в интервью, совсем не понимал, насколько все серьезно. «Я был просто безрассудным и дерзким парнем. Думаю, что мое отношение к работе стало причиной того, что меня попросили уйти», признается он. Зато на съемках он познакомился с актрисой Амритой Синг и сразу же женился на ней. «Опять же, безрассудно и лихо. Да, я сбежала с дома и женился в 20 с хвостиком. Родители были против, но потом смирились. Сегодня я отдаю должное своей бывшей жене за то, что она была единственным человеком, который научил меня относиться ко всему серьезно. Она сказала, что нельзя попасть в цель, смеясь над ней. Тогда и случилось предложение Яша Чопры, романтическая драма, «Неписанный закон», вспоминает Саиф. В 90-х нужно было соответствовать определенному шаблону. У нас не было особого места для экспериментов. Амир Кхан сказал, что будет сниматься не более, чем в пяти фильмах в год, тогда как другие снимались в 15. Шакти Капур сказал, что чувствовал себя неуверенно, когда у него не было 17 фильмов в производстве. «Я же выбирал простое кино. Главное, чтобы музыка в нем была отличной. Продолжительность роли не имела для меня особого значения». Кхан никогда не отказывался от фильмов с двумя героями. 90-е годы ознаменовались мультизвездными хитами с его участием, такими как «С любовью не шутят», «Не пытайся меня переиграть» и «Братские узы». А в начале 2000-х вышли культовые проекты «Любящие сердца» и «Наступит завтра или нет». В 2009-м с мелодрамой «Любовь вчера и сегодня» Саиф Али Кхан стал продюсером. Позже в новом амплуа он выпустил шпионский боевик «Агент Венот», мелодраму «Коктейль» и чумовую зомби-комедию «Айдана Гоа» и обратно. Саиф также был первой звездой Болливуда, давшей зеленый свет веб-сериалу. В 2018 году он снялся в 16-серийном сериале «Священные игры», состоящем из двух сезонов. Это сейчас зрителям привычно видеть в веб-сериалах актеров первой величины, а тогда над Саифом даже посмеивались и писали, насколько сильно он опустился, раз согласился сыграть в вебке. В начале своей карьеры Кхан заработал репутацию высокомерного человека, но позже превратился в одну из самых больших и уважаемых звезд шоу-бизнеса. В его послужном списке есть как громкие мейнстримовые проекты, так и менее разрекламированные фильмы независимых режиссеров. Люди, которым приходилось общаться с Саифом, говорят, что с ним можно говорить о чем угодно – от философии и политики до спорта, книг и музыки. Его первый брак не сложился. Как и почему, я рассказывала в отдельном видео. Вот уже более 10 лет Саиф женат на внучке Раджа Капура – Карине Капур. От первого брака у актера двое детей – дочь Сара Аликхан, которая тоже стала актрисой, и сын Ибрагим Аликхан, который только собирается дебютировать в Болливуде. От второго брака подрастают двое сыновей – Таймур и Джех. Несмотря на юный возраст, поклонники не сомневаются, что они тоже пойдут по стопам отца. Квадропапа счастлив. У него есть наследники, которые обязательно продолжат его наследие в кинематографе. На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. С вами была Мила. Пока-пока.